Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Во втором поединке ребята 2006 года рождения из Северного Ветра показали лучшую игру, открыв счет в матче. В первый перерыв команды ушли со счетом 2-1. Не в нашу пользу. Все же печорские хоккеисты изменили ход игры и одержали победу. В воскресенье игра была не менее интересной. Сегодня ребята показали действительно уже зрелый, хороший хоккей. Несмотря на то, что они впервые встречались в таком ответственном товарищеском матче. Во второй половине дня, в субботу и в воскресенье, у нас играли дети шестого года рождения. Эти постарше, которые уже ездили у нас и на золотую шайбу Сыктывкар и встречались неоднократно здесь и ездят в другие города. Это ребята, которые давно занимаются. Я имею ввиду уже более трех лет. Мы занимаемся всего полтора года. И очень приятно, что на уровне наши дети выступают. И вы видите, какой счет на табло. Это говорит о работе наших тренеров. Во второй день соревнований младшие хоккеисты проиграли соперникам со счетом 2-9. Зато старшие одержали победу со счетом 9-3. Отдельно отметили юного хоккеиста Артема Мацеру. Он забил в двух матчах пять шайб ворота ястребов. Мы болеем за северный ветер. Там у меня внучат и племянник Артем Мацера. А это его родная бабушка. Мы болеем очень. Он у нас сколько забил? Четыре уже шайбы. Такой скорость, говорят, у него хорошая. Вообще, вот хорошо то, что придумали соревнования проводить именно с городами. Потому что все-таки какой-то опыт они набирают. В целом стоит отметить возросший за последний год уровень нашего детского хоккея. Мы научились побеждать тех, кому совсем недавно стабильно проигрывали. В планах проводить подобные матчи среди детских команд. Печорский лед готов принять юных хоккеистов из любого города нашей республики. Продолжение следует...